Всем доброго времени суток! Многие из вас уже видели ролик в картинной галереи. Именно при помощи этого ролика мы с вами познакомимся с программой iClone. В результате нескольких видео уроков мы с вами сделаем такую картинную галерею. Я закрываю пока наш ролик и представляю вам программу iClone. Когда вы только установили программу, у вас может быть вот такой вот вид программы, где открыто очень много окон и непонятно что с ними делать. Я сейчас все их закрою и покажу вам где их искать. Итак, вот у нас есть рабочее пространство для программы, но одного его недостаточно. Для начала нам нужно несколько окон с инструментами. Для этого мы заходим в окна, выбираем здесь контент, вот эта панель. Выбираем сцену, это то что нам понадобится в первую очередь. И выбираем панель модификации. Она может установиться сюда, может установиться в любое место. Если вы зажмете левую кнопку мыши и нажмете на вот эту зеленую полоску, то вы можете перетаскивать ее в любое место. Панель модификации обычно ставится справа. Вот мы ее сюда и поставим. Это самое удобное место для нее. Панель контента и сцены мы попробуем закрепить с левой стороны нашего экрана. Для этого я нажимаю левую кнопку мыши, подтягиваю ее так, чтобы появился, видите, вот эта синяя область. И просто отпускаю левую кнопку мыши. Вот наша панель закрепилась за этим местом. То же самое делаю с панелью сцены. То есть я вот сюда вот ее отодвинула как можно левее, чтобы появился синий квадрат и закрепила. Теперь у нас две вот эти панели находятся в одном месте. Мы можем щелкать либо на вот эту, чтобы нам было удобнее видеть контент здесь, либо на сцену. Это очень удобно. И нет лишнего загромождения на нашем рабочем поле. Основные инструменты, с которыми мы с вами сейчас будем работать, находятся вот в этой части. Это для просмотра пространства. Первая кнопочка – это зум. И на клавиатуре клавиша Z. Вторая кнопочка – это панорамирование и кнопка X. И третья – это орбита, кнопка C. Очень удобно левую руку поставить на эти три кнопочки на клавиатуре. Они нам очень понадобятся. И очень быстро можно переходить от одного инструмента к другому. Еще инструменты, которые нам понадобятся – это вот эта группа. Первая – это выделение. Тоже горячая клавиша Q. Вторая кнопочка – это перемещение. Горячая клавиша W. Третья кнопочка – это поворот. Горячая клавиша E. И четвертая кнопочка – это масштабирование. Горячая клавиша E. Вот эти вот кнопки мы тоже будем использовать очень часто. И желательно вам тоже запомнить их расположение и поставить туда левую руку на клавиатуре. Мы будем переходить от этих клавишей к нижним клавишам постоянно. Это очень ускоряет нашу работу. Давайте теперь посмотрим, как работают эти кнопки. Переходим в панель контента. Вот здесь, под этой вкладкой, у нас находятся пропсы. Вот я их открываю. Нам нужны пока 3D-блоки. Давайте попробуем взять простой бокс и посмотрим, как работать с теми клавишами, о которых я вам только что рассказала. Итак, для того, чтобы нам выбрать какой-то предмет из тех, которые у нас предлагаются, нужно сначала выбрать его, потом, чтобы добавить его на рабочее пространство, нужно либо нажать вот эту стрелочку, либо дважды щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. Вот наш бокс появился на нашем рабочем пространстве. Итак, давайте посмотрим. При помощи вот этих клавиш мы сейчас можем посмотреть, что будет происходить. У нас сейчас активна орбита. Вот если мы подведем сюда курсор мышки, в виде курсор тоже приобрел вид орбиты. Нажимаем левую кнопку мыши и просто двигаем по экрану. Вот мы видим, что происходит. То есть наше пространство немножко двигается. Переключаемся на другую клавишу, соседнюю. Вот она активна и здесь. И курсор поменял свой вид. Вот мы можем просто двигать вправо, влево, вверх, вниз. И последнее. Это наш зум. То есть я нажимаю клавишу Z и появился зум. Если я нажимаю левую кнопку мыши, видите, что происходит. То есть мы либо приближаемся, либо отдаляемся. Теперь, что касается клавиши, которые изменяют наш предмет. Если мы нажимаем клавишу W, у нас появляются оси, при помощи которых мы можем двигать этот предмет. Если курсор поставит, например, вот на синюю ось, то мы можем двигать его вдоль оси Z. Точно так же вдоль оси Y и X. Если мы нажимаем на вот эти вот квадраты, то мы можем двигать предмет в плоскости в определенной. Здесь, здесь и вот здесь. Но чтобы нам не теряться в пространстве, лучше все-таки пользоваться просто осями. Хотя иногда бывает необходима и плоскость. Следующая клавиша это вращение. Вот у нас тоже появились оси. Мы можем двигать. Вот, если мы по зеленой оси, идет вот так вращение. Вот так и вот так. И последняя клавиша, горячая, R. Если мы берем за вот этот блок, то мы увеличиваем или уменьшаем по одной оси, по другой оси и по третьей оси. Еще, что нам в первую очередь понадобится, это вот эта кнопка. Это кнопка, которая показывает нам вид нашего окна. Сейчас у нас находится окно проекции. Если мы нажмем на вот эту стрелочку, то мы можем перейти во фронтальную плоскость. И мы увидим, как выглядит наш предмет в окне спереди. В основном нас интересуют фронт, лефт и ов. Теперь давайте приступим к созданию нашей галереи. Этот куб я убираю. Нажимаю на клавиатуре клавишу D. Мы находимся на вот этой вкладке. Пробсы, 3D блоки. И выбираем стену и пол. Начнем, пожалуй, с пола. Сначала мы щелкнули по нему. Теперь дважды щелкаем еще раз. И у нас появился пол. Сразу же зумом уменьшаем, чтобы нам лучше было видно. Начнем строить галерею с левой части нашего экрана. Следите, пожалуйста, за курсором. Я не буду повторять, какую кнопку я нажимаю. Вы должны по виду курсора определить сами. Итак, я выбираю стену. Вот у нас появилась стена. Поскольку мы начинаем с левой стороны, нам нужно повернуть ее на 90 градусов. Вот мы в панели модификации по оси Z поворачиваем ее на 90 градусов и нажимаем клавишу Enter. Вот видите, наша стена повернулась. Теперь я выбираю стремен перемещения и перетаскиваю ее вот сюда, к краю нашего пола. Для того, чтобы у нас не было зазоров между стенами и полом, мы можем привязать их к модели. Для этого нажимаем на клавиатуре клавиши Ctrl-P, у нас появляется панель настроек. Здесь мы ставим галочку вот здесь, привязать к модели. И смотрим, что у нас получилось. Эту панель мы можем закрыть. То есть теперь, когда мы пытаемся подвинуть, то есть она как бы приклеивается. Видите, вот я поднимаю немножко вверх, потом приставляю, и она приклеивается к полу. Теперь нам нужно продублировать эту стену еще два раза. Я нажимаю клавишу Ctrl и нажимаю на ось Y, зелененькая. И видите, вот наша стена раз продублировалась, и второй раз, и приклеилась. Теперь мы видим, что пол у нас получился меньше, чем нам хотелось бы. Поэтому мы выделяем его левой кнопкой мыши, нажимаем инструмент масштабирования, и по оси Y тянем дальше. Переходим в перемещение, и двигаем. Немножко не дотянули. Еще раз масштабируем, и двигаем. Вот у нас получился такой вид. Давайте теперь посмотрим, что у нас получается на виде сверху. Мы заходим сюда, переключаемся в топ, и смотрим. У нас опять получилось, что пол немножечко не дотянут. Давайте еще раз его вот так подтянем, и подвинем. Вот теперь получилось то, что нужно. Переходим опять в наше окно. Немножечко ближе притянем его. Теперь добавляем следующие стены. Берем опять стену. Дважды щелкаем левой кнопкой мыши. Но, если вы помните, она у нас немножечко видоизменена. Мы сейчас вот эту стену изменим по оси X. Мы в масштабировании вот здесь поставим 50%. И нажимаем клавишу Enter. Видите, у нас стена стала по оси X два раза меньше. Теперь перемещаем ее на свое законное место. Вот так приставили. Нам нужно еще таких две стены. Поэтому мы нажимаем клавишу Ctrl и тянем по оси X. Вот одна и вторая. Эту мы можем протянуть до самого конца. Эту нам нужно подвинуть немножечко вперед. Вот так. Теперь нам еще нужно продублировать эту стену два раза. Я сделаю то же самое. Нажимаю Ctrl и тяну раз. И второй раз. Переходим на вот эту первую стену. И поставим вот здесь, вокруг оси Z, 45 градусов. Нажимаем клавишу Enter. Среднюю стену мы выдвинем немножко вперед. Вот эту мы подвинем вправо и приставим вот туда. Вот эту стену мы повернем на минус 45 градусов. Не забывайте нажимать клавишу Enter. Минус 45. И придвинем вот к этой стене. А вот эту мы поставим сюда. Эти тоже нам нужно подвинуть. У нас пол немножечко меньше получился. Вот так. Теперь нам нужно пол еще немножко смасштабировать. Нажимаем горячую клавишу. Идем. Если что-то ошиблись, вот можно отменить последние действия. У нас выбрана сейчас стена, а нам нужно выбрать пол. Вот поэтому я сейчас его выбираю и работаю с ним. Вот. Можно посмотреть, что у нас получилось сверху. И вот такие вот некрасивые у нас остались пробелы. Давайте мы немножечко приблизим. Подвинем. И сделаем так, чтобы у нас не было никаких пробелов. Вот. Здесь. Эту немножечко подвинем. Стену. Вот эту. И вот эту. И вот эту. А теперь еще раз промасштабируем пол. Вот получилось то, что нам нужно. Переходим снова в нашу панель перспективы. Зумом приближаем, чтобы лучше было видно. И берем следующую стену. Точно так же дважды щелкаем по ней. Вот появилась новая стена. Опять поворачиваем ее на 90 градусов. Перетаскиваем. И приставляем вот сюда. Повернули орбиту. Посмотрели. Все стало отлично. Теперь у нас здесь был вход на второй этаж. Поэтому мы берем стену с дверным проемом. Тоже поворачиваем на 90 градусов. Орбитой посмотрели. И подвинули. И последняя стена у нас тоже сплошная. Мы ее выбираем. Поворачиваем на 90 градусов. И передвигаем. Смотрим, что у нас получилось сверху. Вроде бы все правильно. Вот эта стена у нас немножечко не доходит. Мы можем ее тоже смасштабировать. Переходим снова в окно проекции. Повернем вот так, чтобы нам лучше видно было. И вот эту вот стену мы смасштабируем. Орбитой проверили, что получилось. Итак, пол и стены у нас готовы. Теперь, чтобы они не разъезжались у нас, а стояли так, как нам нужно, давайте мы закрепим. Переходим в сцену. Теперь, поскольку у нас есть вход на второй этаж, то нам нужно пол немножечко продлить за стену. Поэтому выбираем его. Масштабируем по оси Х. И немножко двигаем. Вот такой у нас будет коридорчик. И теперь давайте к этому полу прикрепим наши стены. Вот у нас пол мы выберем за родительский элемент. Выбираем стену 1. Вот она у нас выбралась. Ищем в панели модификаторов вот этой вот полосой прокрутки вот эту панель оттач. Нажимаем кнопку. Видите, появился новый курсор. И щелкаем по полу. Видите, что изменилось в панели сцены. То есть вот эта стена уже у нас прикрепилась к полу. То же самое давайте сделаем со всеми остальными нашими стенами. Вот я выбираю стену. Нажимаю кнопку и прикрепляю ее к полу. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Если мы, например, щелкаем по полу и начинаем его куда-то двигать, то он двигается вместе со стенами. Это значит, что все наши стены прикрепились к нашему полу. Ну и теперь во всех приличных домах у нас всегда делается плинтус. Поэтому давайте мы тоже его поставим. Заходим опять в контент. 3D-блог. И поищем вот здесь у нас какой-нибудь предмет, который нам больше всего понравится. Видите, у нас есть здесь разные архитектурные элементы. Давайте попробуем вот этот выбрать. Я дважды щелкаю по нему. Вот он у нас появился. Зумом приближаю. Это будет наш плинтус. Теперь нам нужно его смасштабировать. Во-первых, уменьшить. Еще раз приближаем. Поворачиваем. Придвигаем к стенке. Еще масштабируем. И смотрим, как он получается. Большой еще, да? Давайте еще меньше его сделаем. Вот таким. Ну, вот такой плинтус. Мне кажется, как раз уже нормально будет смотреться. Можно еще ближе придвинуть, посмотреть. Повертеть. Ну, в общем-то нормально. Теперь нам нужно перейти в панель вида сверху. Немножечко отодвинуться. И смасштабировать наш плинтус по оси Y. Вот мы его тянем. Он у нас масштабируется. И подвигаем его. Еще немножко. Многовато. Немножечко. Тут очень важно брать именно тот предмет, который нам нужен. Видите, я немножечко отступила. И у меня выделился совершенно другой предмет. Теперь я еще раз выбираю плинтус. Подвигаю его. И доделываю. Вот он у нас получился. Давайте теперь скопируем наш плинтус. И поставим вокруг периметра всех наших стен. Для этого мы выбираем его. Нажимаем клавишу Ctrl. И немножечко тянем. Вот у нас получилась первая копия. Теперь нам нужно повернуть его вокруг оси Z на 90 градусов. Теперь мы его смасштабируем по оси Y. И приставим вот сюда. Эти стены у нас все одинаковые по размеру. Поэтому мы можем смело его еще два раза продублировать. И поставить на свои места. Но для этого нужно немножечко приблизить. Чтобы нам лучше было видно. Итак, я выбираю еще раз плинтус. Два раза дублирую его. И так двигаю к этой стенке. Немножечко масштабирую. Вот этот мы поставим посредине. Вот так. А этот мы поставим в правый угол. Вот так залоз берем и ставим в правый угол. Самое главное для вас сейчас это научиться переключаться с одной горячей клавиши на другую. И уметь быстро расставлять все предметы в нужном направлении. Вот так. Еще нам нужно продублировать два раза этот плинтус. И поставить под углом 45 градусов вот сюда и вот сюда. Снова нажимаем клавишу к контуру. Здесь ставим минус 45 градусов. И придвигаем в этой плоскости. Вот этот плинтус у нас немножечко ушел в другую сторону. Я думаю, что принцип вам, в общем-то, понятен. И еще раз продублируем вот этот вот. И поставим 45 градусов. Вот что у нас получилось. Видите, у нас немножечко расстояние больше, потому что нам плохо видно, что происходит. Давайте немножечко сделаем масштаб. Перейдем в окно перспективы. Приблизим. Немножечко повернем и посмотрим. Видите, вот это у нас получилось большое. Мы немножко его должны лишить и поставить на место. Теперь мы вот этот подвигаем. И вот этот можем подвинуть. Но у нас здесь получилось. Видите, плинтус у нас смотрит в обратном направлении. Поэтому здесь должно быть не 45 градусов. Мы сейчас опытным путем это определим. То есть у нас здесь должно быть 215 градусов. Давайте сейчас более детально рассмотрим наши стены. Я сейчас попробую приблизить и посмотреть, что у нас получилось. Вот я вижу здесь ступенечку, здесь, здесь. То есть наши стены не совсем так, как нам бы хотелось, придвинулись друг к другу. Поэтому нам нужно сейчас их раскрепить и переставить. Для этого я нажимаю Ctrl-P и вот эту галочку, которую мы поставили с вами, убираю. Закрываем. Теперь в сцене открываем пропсы, открываем наш пол, к которому мы присоединили стены и поочередно нажимаем и ищем ту стену, которая нам нужна. Вот выделилась вот эта, она стоит на месте. Следующая, вот эта, давайте не с нее начнем. Вот мы нашли соседнюю к ней стену. Выделяем ее и немножечко подвинем, так, чтобы она лучше была прикреплена. Вот она, вот ее настоящее положение. Следующая стена у нас, вот эта идет. Мы и ее сейчас подвинем. Теперь вот эта. Вот так и немножко сюда. Вот уже у нас лучше стоят углы. Можно подвинуть. И вот этот последний. Сейчас мы найдем эту стену. Вот она у нас выделилась. Мы ее тоже немножечко двигаем сюда и назад. И теперь уже относительно этих стен будем выставлять плинтуса. Обратите внимание, что несмотря на то, что мы к полу прикрепили наши стены, но когда мы выбираем в панели сцены любую из стен, то мы можем ее редактировать. Ну, а теперь давайте вернемся к нашим плинтусам. Итак, здесь у нас все нормально. Давайте перейдем в окно проекции, приблизим немножко и будем идти по порядку. Стены мы выставили. Теперь нам нужно подогнать к ним плинтуса. Если мы посмотрим повнимательнее, вот этот плинтус, он, по-моему, повернут на 180 градусов. Поэтому нам нужно его выделить и повернуть по кругу оси еще на 180 градусов. То есть у нас здесь должно стоять 270. Вот видите, у нас появилось правильное положение этого плинтуса. И немножечко подвигаем его к стене. Теперь вот этот плинтус, мы его выделяем и попытаемся придвинуть. Видите, угол немножечко не тот. Но, поскольку эта программа не автокад, в котором все точно по размерам можно делать, а эта программа предназначена для визуализации, поэтому, судя по всему, нам придется поставить на глаз угол этого плинтуса. Поэтому я нажимаю горячую клавишу Е, поворачиваю этот плинтус и приставляю. Сейчас посмотрим, еще немножечко нужно повернуть. Давайте посмотрим на виде сверху, еще немного. Ну вот, практически попали. Сложно так мышкой и попасть, но тем не менее, будем методом тыка. Ну вот, практически попали. Еще можно немножечко придвинуть. Все, возвращаемся. в проекцию, приближаем. Немножечко развернемся. Вот этот плинтус у нас тоже должен быть повернут на 270 градусов. Исправляем эту ошибку и двигаем. Вот это его положение. И вот этот плинтус тоже, во-первых, нам его повернуть нужно немножечко. Немножечко выдвигаем. Немножечко выдвигаем. Вот его положение. Сейчас посмотрим на виде сверху. И вот этот плинтус тоже немножко нужно придвинуть и повернуть. Вот это его. Ну и последний плинтус, который мы с вами сделали, мы сейчас попробуем его установить. Вот так выравниваем. И смотрим в виде перспективы. Вот плинтуса у нас с этой стороны готовы. Теперь нам нужно выделить первый наш плинтус. Зажимаем клавишу Ctrl и делаем копию. Разворачиваем по оси Z на 180 градусов. И ставим под вот эту стену. Но тут у нас проем дверной, поэтому мы немножечко... Поэтому мы разобьем его на две части. А лучше еще один сделаем. И смасштабируем. Этот у нас пойдет сюда, а вот этот пойдет туда. Сейчас мы немножко подправим это все. Теперь для того, чтобы лучше увидеть это, давайте приблизим, во-первых. А во-вторых, нам мешает вот эта вот тень, да. То есть как бы очень плохо видно. Поэтому давайте мы ее уберем. Мы в панели со сценой открываем вот эту вкладку. И вот здесь на ключе убираем галочку с теней. И вот наша тень пропала. Пока она нам не нужна. Это мы можем закрыть, чтобы нас не смущало. И работаем дальше с нашими плинтусами. Итак, мы выделяем наш плинтус. Вот этот. Масштабируем его немного. Вот так, чтобы он доходил до проема нашей двери. Теперь делаем то же самое с вот этим плинтусом. Вот так, чтобы виднее было. Подвинули. Здесь вот так раздвигаем. Нужно еще повернуть, чтобы нам виднее было. Вот так двигаем. Масштабируем. Все то же самое. Возвращаемся в окно. Перспективы. И смотрим, что у нас получилось. Вот здесь у нас плинтус немножко вышел за границу. Но нам это сейчас не столь важно. У нас эта часть будет не видна. Поэтому не страшно. Давайте покрутим, посмотрим. Можно тень нашу включить. Вот. Все получается очень даже неплохо. Теперь нам нужно этот плинтус точно так же, как и стены, прикрепить, наверное, к полу. Поэтому мы поочередно выбираем все плинтусы. Ищем нашу вкладочку, при помощи которой мы присоединяем. И присоединяем все наши плинтуса к полу. Вот так. И так, если мы сейчас возьмем пол и начнем его двигать, то он будет двигаться вместе со всеми нашими стенами и плинтусом. Что нам осталось здесь доделать? Значит, у нас нет стен снаружи, нет ступенек. И потолка. Давайте сейчас попробуем сделать ступеньки. Для этого мы заходим в панель с контентом. Снова в пропсах ищем 3D-блоки. Идем вниз. И выбираем любой бокс. Ну вот, давайте возьмем 2-й. Выбрали. Нам нужно его переместить. И смасштабировать. Вот так мы сюда двигаемся. Переключаемся с одной горячей клавиши на другую. Я думаю, вы уже поняли, как это все делается. Теперь масштабируем. Первая ступенька у нас готова. Сейчас мы быстро сделаем еще остальные столько, сколько нам нужно. Для этого мы заходим во вкладку Edit. И вот эту. Здесь у нас стоит 5. Вы можете поставить то количество, которое вам нужно. Потом мы выбираем ось Z. И вот так вот немножечко тянем. Видите, у нас получилась готовая лесенка со ступеньками. И нажимаем клавишу OK. Все. Наши ступеньки готовы. Давайте уже поставим здесь и стену. Я выберу вот эту. Сейчас посмотрим, где она у нас. Вот она. Мы ее выбираем. Перетянем вот сюда. И поставим за нашу лесенку. Вот так, в притык стиле. И к нашему проему. Вот так. Пока этого нам достаточно. И осталось нам сделать потолок. Давайте попробуем сделать имитацию натяжного потолка. Который будет у нас отражать те предметы, которые стоят в нашей галерее. Для этого я снова беру боксы. Берем вот этот бокс. Точно так же масштабирую его. Здесь мы поуже сделаем. И здесь поуже. Можно перейти в проекцию вид сверху. Опять масштабируем пассию Y. Перемещаем. Двигаем сюда. Ближе к нашему краю. Делаем все те же самые операции. Которыми мы с вами сегодня научились. Это довольно кропотливый труд. Но я думаю, что он того стоит. 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 Всё. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok